МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Качество выполненных работ в новом физкультурно-оздоровительном комплексе оставляет желать лучшего. Глава НАУ Юрий Бездудный побывал с рабочей поездкой в Амдерме. Создали свою планету. В День космонавтики для учеников первой школы провели занимательную лабораторную по физике в точке роста. Скорости, виражи и брызги воды. В Каменке прошли 15-е юбилейные гонки на снегоходах. В старинную печорскую деревню, выяснять сильнейшего, приехали 65 снегоходчиков из разных уголков Заполярья. Глава НАУ Юрий Бездудный побывал с рабочей поездкой в Амдерме. Губернатор посетил социально значимые объекты, провел личный прием и встретился с жителями. Нарекание у главы региона вызвало качество выполненных работ в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Алина Воучейская продолжит. Альбина Габитова демонстрирует нам прелести квартиры, в которой до недавнего времени она проживала вместе с двумя детьми. Там у нас крысы вылазили по двумбальникам. Альбина работает учителем в поселковой школе. Приехала сюда из Оренбурга. Говорит, ожидала, конечно, что условия будут суровыми. Все-таки крайний север, но к соседству с крысами готова не была. Так как крысы бегали табуном, мне страшно было, все-таки никогда не сталкивались с такими зверюшками. Я лежала с ними, включала телевизор на всю грому, погромче, чтобы и злоседям, конечно, не помешать спать. Чтобы какое-то присутствие было, чтобы крысы как-то немножко побаивались и не входили в эту комнату. Это их не пугало. Я всю ночь сидела и смотрела, чтобы они не залезли и погрызли нас. Когда женщина была на грани отчаяния, она написала письмо президенту. Там же рассказала и о других проблемах поселка. Сейчас Альбине выделили более теплую квартиру. Правда, в том же доме на втором этаже. Здесь хотя бы нет четвероногих соседей. Об этом Альбина рассказала губернатору Юрию Бездудному в ходе личного приема. Также в ходе рабочей поездки в поселок глава региона провел встречу с населением. Поднимали, в частности, и вопрос об Амдерминской школе. В прошлом году мы хотели ремонтировать здание основной школы. У нас даже были выделены федеральные средства. Но исходя из тех актов, которые проводилось СССР, мы дважды в том году приезжали. Здание уже, в принципе, капитальному ремонту не подлежит. Но вы все это знаете тоже. Приезжали мы в том году к вам в феврале месяц с представителями Роспотребнадзора. Позже надзора смотрели и искали здание, в котором можно было бы разместить школу. Зданий таких у вас нет. Юрий Бездудный побывал в здании, где сегодня размещаются и дошколята, и школьники. Сейчас дети ютятся на втором этаже детского сада. 23 ученика получают знания в смежных классах. В одном кабинете первый и третий, второй и четвертый, шестой и седьмой, восьмой и девятый класс. Отдельный кабинет занимает лишь пятый класс. У нас классы-комплекты, помещений классных особо не хватает, в связи с тем, что детей, конечно, не так много, но у нас есть и, значит, внеклассные мероприятия, и проведение всероссийских проверочных работ, и проведение экзаменов тренировочных, девятых классов, и вообще выпускных экзаменов. То есть, хотелось бы немножко помещений побольше. Еще один образовательный объект, который посетил глава региона – физкультурно-оздоровительный комплекс. Типовое двухэтажное здание со спортивным и тренажерным залом, а также с душевыми и зоной отдыха – такие фоки есть во многих селах Заполярья – строили около 10 лет. Впрочем, заниматься здесь спортом жители Амдермы не могут и по сей день. Объект до сих пор не введен в эксплуатацию. Надежда Леонидовна, во сколько нам обошелся этот фок? Впрочем, цена изначально была в торгах 92 миллиона, по контракту было 74, заплатили подрядчику 52. Штурные санкции удержали. Согласитесь, что за такие деньги качество должно быть не вот такое, как мы видим. Мы согласны, да. Если подписаны акты, значит, вызывайте подрядчика, выставляйте претензию, и если он откажется устранить все вот эти вот замечания, значит, подавайте на него в суд, на этого подрядчика. Ну, а как здесь заниматься? Нет, мы согласны, да. Как здесь заниматься? Это новый фок, новый фок и убитое покрытие. Кроме того, глава Ненецкого округа побывал в новом фельдшерском здравпункте. ФЗП, по его словам, готовят к лицензированию. К началу лета он примет первых пациентов. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», поселок Амдерма, Ненецкий автономный округ. Спортивно-игровой кластер по улице Строительной и детская площадка в районе детского сада «Радуга» – эти проекты стали победителями рейтингового голосования за приоритетные объекты для благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – национального проекта «Жилье и городская среда». Эти объекты благоустройства жители округа выбирали в прошлом году. В голосовании приняли участие более 7 тысяч человек. Согласно протоколу счетной комиссии, спортивно-игровой кластер в районе улицы Строительная набрал 2866 голосов, детская игровая площадка – 2575. Контракты на благоустройство обеих территорий по итогам электронных торгов заключены с компанией «Политрейд». Работы начнутся в начале строительного сезона и должны быть завершены до 30 сентября текущего года. На спортивном кластере подрядчику предстоит сделать наружное освещение, ограждение, пешеходные дорожки, автомобильную стоянку, игровую зону, зону спортивного оборудования, безопасное покрытие, места отдыха, урны и озеленение. Стоимость работ порядка 20 миллионов рублей, из которых 5 – средства федерального бюджета. Что касается детской площадки, то здесь также установят наружное освещение, ограждение, пешеходные дорожки, подъезды, парковки, игровые зоны, зоны для занятий спортом, безопасное цветное покрытие, места для отдыха, урны. Будет выполнено обустройство газонов и озеленение. Стоимость контракта почти 20 миллионов рублей. По итогам голосования парковка на пересечении улиц Швецова и Сущинского, общественная территория по улице Рыбников, а также зона отдыха в районе метеостанции будут благоустроены в 2022 году. Выбирать объекты, которые обустроят в 2023 году, жители округа смогут с 26 апреля. Это спортивные игровые площадки в районе дома номер 34 по улице Первомайская и в микрорайоне Старый аэропорт, а также прогулочная тропа в Сахалинском лесу. Голосование будет проходить на едином федеральном портале 83.городсреда.ру. Приближается время, когда налоговые органы приступят к исчислению имущественных налогов и формированию уведомлений за 2020 год. В связи с этим граждане, у которых впервые возникло право на налоговую льготу в отношении недвижимости, в том числе земельных участков и транспорта, должны до 1 мая предоставить налоговые органы заявление на предоставление льгот. Инспекция напоминает, налоговые органы перешли на упрощенный порядок предоставления льгот, и некоторым категориям граждан не нужно писать заявление на налоговый вычет. Вся необходимая информация для автоматического предоставления льгот поступает централизованно из пенсионного фонда и органов соцзащиты в электронном виде. Инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, граждане, имеющие трех и более детей, либо граждане, которые соответствовали условиям назначения пенсии в соответствии с российским законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года. Таким гражданам представлять заявление на льготы не нужно. Если налогоплательщик не попадает под данные категории, то должен подать заявление самостоятельно. Заявление на предоставление льготы предоставляется гражданинам лично, по почте, через личный кабинет. Можно также обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Мы рекомендуем также воспользоваться сервисом личный кабинет налогоплательщика, который размещен на официальном сайте. Более подробную информацию о ставках, установленных в конкретном муниципальном образовании, можно найти в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. Для лечения Саши Ларкиной из Нижней Пёши собрана вся сумма. Жители Ненинского округа меньше чем за неделю помогли семье из села набрать 450 тысяч рублей. В больницу мама вместе с девочкой поедут в июне на каникулах. А пока Саша получает знания и готовится к контрольным. Александра, добрый день. Итак, мы сегодня с тобой встречаемся на уроке технологий. Конва, пяльца и нитки мулины. Тема сегодняшнего занятия – вышивание. Уроки для Саши Ларкиной проводятся на дому. Впрочем, здесь всё максимально приближено к условиям учебного класса. Немножечко, конечно, сложновато, что учебный процесс проходит во второй половине дня. Хотя самая такая активная деятельность в первой половине. Ну, есть вот такие немножко трудности. Но, тем не менее, мы справляемся, учителя ходят. Александра молодец, она выполняет всё, что требует учебный процесс. Саше 12 лет. У девочки нижний периферический парапорез. Она с самого детства не чувствует ног и не может ходить. По дому передвигается на инвалидном кресле. Саша уже перенесла больше 10 операций в медицинском центре имени Турнера. После чего там же проходила курс реабилитации. Массаж, ОФК, лакомат. А вы часто ездите на реабилитацию? Ну, сколько раз в год, может быть, там раз в год, два раза в год? Два раза в год. Дома Саша выполняет различные упражнения, а мама делает девочке массажи и укладки. Врачи рекомендовали установить специальный ортез с системой шарниров. Аппарат обеспечит взаимное перемещение ног. Саша, скажи, пожалуйста, о чём ты мечтаешь сегодня? Я мечтаю о том, что учится ходить. Как рассказала мама девочки, в дальнейшем Саша сможет ходить с помощью крабов или ходунков. Впрочем, родители надеются, что после этих аппаратов и процедур Саша будет ходить самостоятельно. Алина Волчейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», село Нижнее Пёше, Огненинский автономный округ. Занимательная лаборатория по физике прошла в точке роста на базе первой школы. Её приурочили к первому полёту человека в космос. Ребята не только изучили тему, но и узнали новые факты из истории. О том, как прошёл Космолаб, в сюжете Елизаветы Кабановой. Как определить массу нашей планеты, если её нельзя взвесить? Этому научились семиклассники первой школы. Сначала им рассказали теорию, написали на доске формулы, а затем началось самое интересное. Мы измеряли плотность макета земли. Сначала сделали его сами. И потом измеряли сначала радиус с ядром и без. Ядро было как раз таки металлическое. И измеряли массу с ядром и без, чтобы потом, вставив числа в формулу, можно было измерить как раз таки и плотность земли. Вычисления затруднения не вызывали. Новая информация воспринималась легче, ведь все расчёты сопровождались практикой. Также семиклассники узнали интересные факты о космосе. В космосе можно вырасти на 5 сантиметров. Мы изучили плотность земли. И много чего нового я взяла себе в голову. Благодаря подобным лабораторным работам ребята не только узнают новую и интересную информацию, но и усваивают материал гораздо быстрее. Ну, сегодняшний урок у нас посвящен Дню космонавтики. И мы проводим лабораторную работу. Как и любая лабораторная работа, я думаю, что ребятам такая форма работы интересна. Ну, и в ходе выполнения такой вот работы, так как у детей появляется интерес, я думаю, что они лучше запоминают материал. Урок приурочили ко Дню космонавтики, который ежегодно отмечается в нашей стране 12 апреля. Именно в этот день, 60 лет назад, Юрий Гагарин первым отправился в космос. Ну, такой урок проводится по распоряжению Министерства просвещения. Задание спущено на точки роста и кванториумы. В нашей точке роста проводится впервые. Что такое космолаб? Космолаб – это лабораторная работа по физике на тему космоса. Также ко Дню космонавтики среди старшеклассников со 2 по 9 апреля проводилась викторина, где они отвечали на вопросы, связанные с космосом. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Спорт населения никогда не угаснет. По таким девизам в деревне Каменка прошел юбилейный мотокросс на снегоходах. По-настоящему народный праздник, который состоялся благодаря Василию Рочеву, главному организатору, который 16 лет назад взял инициативу в свои руки. О том, как прошли экстремальные гонки, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. На торжественном открытии юбилейного мотокросса «Право поднять флаг» предоставляется победителю прошлых гонок Ивану Вокуеву. Следом долгожданный старт первого заезда. Впереди у гонщиков 4 круга. Трасса наполовину в воде. Многие глохнут, некоторые переворачиваются. Но никто не сдается. После нелегкой борьбы первую финишную черту пересекает Иван Вокуев, четырехкратный чемпион мотокросса. Подготовка в первую очередь. Но сегодня очень тяжелая была трасса. Тут, конечно, немного удачи. Ну и, конечно, сила, воля к победе. Так что переживания уже прошли. Сейчас только небольшие волнения. Серебро у Федора Хаймина, бронза у Андрея Волчейского. Всего же на первый и второй домашний заезд заявилось 26 гонщиков. Местные спортсмены оттачивали свое мастерство задолго до гонок. Один из них – Александр Вокуев. Мужчина впервые принимал участие в мотокроссе. У меня много родственников тоже ездит. Вот у меня брат родной, двоюродный Иван Вокуев, он в прошлом году занял первое место здесь. Сергей Вокуев, отец, он много раз здесь тоже первым был. То есть у нас много мужчин в семье, которые гоняют. И я понял, что настало и мое время. И вот на буране своего отца решил поездить в основных заездах. А он ветеранских ездил. Мне очень понравилось. Адреналин невероятный. Я просто влюблен в буранной гонки теперь. Хочется снова и снова гонять. Вернемся на трассу. Старт дан гостевому заезду. Здесь также необходимо преодолеть четыре круга. Трасса тает на глазах. Гонщики буквально плывут. Но, несмотря на трудности, третьим к финишу устремляется Вадим Батманов. Вторым пришел Александр Хаймин. Победил в гонке Антон Калий. Трасса тяжелая. Эмоций нет. Все прошло, как и планировалось. Как трасса? Да, лет 12 участвую, наверное. Трасса тяжелая. Нет. Порсетка стоит неправильно, потому что плохо. Одна вода. Далее следует традиционный заезд ветеранов. Пять гонщиков преодолевает трассу с трудом. Лучшим здесь стал Анатолий Ваучейский из Оксина. Серебро у Леонида Мацадея. Бронза у Михаила Гдегтева. А вот Михаил Вукуев признается. На трассу вышел совсем не за победой. За эмоциями и адреналином. Ну, вот видите, погода подвела. Как бы сюрприз нам сделала такой. Ну, как бы тоже интересно. Такого мы еще не пробовали. Заезд в классе свободной на импортной технике нововведение в программе каменских гонок. Восемь спортсменов, несмотря на тяжелую трассу, вышли побороться за первое место. В итоге самым быстрым в свободном заезде стал Алексей Стремоусов. Вторым пришел Валерий Ижимцев. Третье место у Владимира Кожевина. Изюминка мотокросса – гонки на собачьих упряжках. Сегодня за первое место поборются восемь кандидатов. Однако отборочный этап прошли только три участника со своими питомцами. Старт не задался. С самого начала четвероногие участники не поделили трассу. И эта перепалка продолжалась до конца гонок. До финиша дошли только два участника. Лаборадор Дениса Кужеля решил отправиться домой. И вот все бежал-бежал, я там по воде плавал, утонул там. А потом другие уже, да, это я там на Валкуши еще плавал. По итогам Денис Кужель занимает третье место. Второй стала Варвара Богданова. Победил Николай Кожевин. Согревали гостей и гонщиков хозяюшки каменки. Женщины с самого утра готовили домашнюю еду и угощали всех желающих. Всегда у нас очень много народу, все заходят, мы никому не отказываемся, всех кормим. Что у нас сегодня было в меню? В меню у нас было жирковое, картошка у нас была. Да, и вот, пожалуйста, торты вот нам тут спонсоры, наверное, принесли. И все у нас тут такое печеное. Так что можно зайти и согреться, греются и чай пить. 15-й юбилейный мотокросс проходил под девизом «Спорт населения никогда не угаснет». Поздравить гонщиков приехали представители власти. Я рад вас всех приветствовать здесь на 15-летнем юбилейном мероприятии. Уважаемые жители и гости деревни Каменка, от имени собрания депутатов Нинскоавтономного округа приветствую всех вас на юбилейном муниципальном снегоходном мотокроссе. При этом отметить, что праздник имеет долгую историю, 15 лет, и один из самых ярких и зрелищных мероприятий в муниципальном образовании. Искренне благодарю руководство муниципального образования, организаторов состязания за праздничную атмосферу, за то, что развиваете спорт, этот праздник, отдавите сельчанам хорошее настроение. Дорогие друзья, сегодня здесь собрались любители снегоходного спорта, даже профессионалы-мастера, которые объединены этим спортом и объединяют других людей. История каменских гонок началась еще в 2005 году. Уже тогда соревнования обрели негласное звание народного праздника. Все это время организацией занимался Василий Рочев, который каждым гонкам искал спонсоров. Кстати, еще одна добрая традиция гонок – подарок за участие получает каждый спортсмен. Главный приз – двигатель для «Бурана». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.